Закончился второй квалификационный раунд Лиги Конференции и нельзя однозначно сказать, каким он был для армянского футбола. Удачным или провальным? Тут нужно вникнуть в выступления каждого нашего клуба, что мы и сделаем в ближайшие несколько минут. Но прежде о привычном. В предыдущем выпуске мой призыв обязательно лайкнуть, подписаться и оставить комментарий под видео возымел эффект и видео посмотрело больше 20 тысяч человек. Призываю и сейчас быть активным, тогда выпуск посмотрят больше людей, соответственно больше людей начнут интересоваться клубным футболом в Армении, а не только национальной командой. Да и для меня это пока единственная мотивация дальше выискивать свободное время для создания таких видео. Итак, Фюник раньше всех начал свой ответный матч, поэтому начнем с него. От этого клуба еще в начале Евросезона были самые большие ожидания и клуб оправдывает их. На ответный матч против Бойли и именитого Кальмара наша команда выходила в статусе фаворита. Уже на первых секундах матча Утубанчоу и пускает отличный шанс вывести свою команду вперед. Следующие моменты пришлось ждать до конца тайма, когда еще один голевой момент был упущен уже венесуэльцем Хосе Карабальо. Удивительно, но шведы, уступая в общем счете противостояния, были очень инертными и вообще не имели моментов. Только в начале второго тайма появилось какое-то подобие голевого момента, но удар Ларса Сетри был слишком неточен. Матч шел достаточно монотонно, чтобы было на пользу Пюнику. Пока на 75-й минуте после прессинга Ванеса Аурцюняна мяч не попал к артеку Дощану. Последний со своей половины поля пульнул его в ворота шведов. Этого не ожидал не только вратарь Рикардо Фридрих, но даже наш тренерский штаб, да и весь стадион. Определенно, гол Дощана один из лучших на этой евро-неделе. Не успели шведы опомниться, как последовала новая атака Пюника. Спустя всего 2 минуты забил уже сам Ванеса Аурцюнян с передачи вышедшего на замену Таофика Джибрилля. Ведя с общим счетом Ванеса Аурцюнян с передачи вышедшего на замену Таофика Джибрилля. В этом 4-1 под конец матча Пюник немного расслабился. Сначала мяч из пустых ворот вытащил бразилец Джеймс, а вот спустя несколько минут уже никто не помешал Милете Райовичу забить гол престижа. Это привело к небольшой нервозности, Кальмар даже имел небольшой полумомент на последних минутах. Но в целом надо отметить, что Пюник был на голову сильнее шведов и заслуженно вышел в третий квалификационный раунд. Напомню, что на этом пути у нашего клуба 4 победы в 4 матчах. Следующим его соперником будет норвежский Будюк Лимт. Клуб намного более сильный, чем все предыдущие соперники Пюника. Достаточно сказать, что два года назад они победили Ромус Мехитаряном в составе со счетом 6-1. Да, многие футболисты с той команды ушли, но это все еще сильный коллектив. Общая стоимость состава на сегодня более 31 миллиона евро. Имеются 5 действующих футболистов сборной Норвегии. Первый матч состоится в Норвегии 10 августа в 20.00 по ереванскому времени. Явным фаворитом выглядит Будюк Лимт. Но я верю, что Пюник сумеет добыть приемлемый результат в этом матче. Либо минимальное поражение, либо ничья. А дома будет наша победа. Перейдем к выступлению Урарту. Пожалуй, самое большое разочарование этого европейского сезона для армянских болельщиков. Наш чемпион сначала досадно уступил Заринске в Лиге Чемпионов по пенальти. Затем досадно уступил Фарролу в гостях, дважды ведя по ходу матча. И апогеем всех этих досад стал ответный матч в Ириване. Начало матча вселяло море оптимизма. Урарту много прессинговал, шел в атаку. И, казалось, знает, что делать, чтобы забить гол. И так и случилось. На 11-й минуте гол забил защитник Нана Анфей. Тот самый, которому через год могут дать армянский паспорт. Румын этот гол никак не встряхнул. И уже через несколько минут Урарту забил еще. Правда, с офсайда. Окрыленный успехом, чемпион Армении побежал добиваясь команду Георгия Хаджи. Отличный момент был у Налека Григоряна. Но спас свою команду вратарь Михай Айоанни. Если не считать ляп наших защитников, когда они подарили мяч Ревалдинию, моментов у Фаррола вообще не было. Зато сам Урарту мог забить еще дважды до перерыва. Второй тайм начался еще лучше. После блестящей комбинации гол забил Леон Сабо. Казалось, все складывается для нас идеально. Но это только казалось. Спустя несколько минут с подачи углового очень легко забил гол Драгош Недельку. В этом эпизоде абсолютным статистом выглядел наш защитник Иван Зодько, который должен был опекать Недельку. Еще через несколько минут статистом выглядела уже вся наша защита. И великолепный Денис Алибек вывел свою команду вперед по результатам двух встреч. Мелехов в очередной раз не спас команду. Удивительно, но после счета 2-2 намного больше шансов забить гол имел Фарру, чем Урарту. Финального штурма тоже не было. А был гол все того же Фарру в исполнении все того же Алибека. 2-3 и наш чемпион заканчивает свои выступления в Европе в этом сезоне. Напомню, что президент клуба Джеван Шелуянц в начале сезона говорил, что не выход групповой этап Лиги Чемпиона будет считаться неудачей. По итогу даже Лига Конференции его клуба уже не светит. Что это тогда, если не фиаско? На мой взгляд, причины такого фиаско стоит искать в подготовке команды. Новые футболисты были приобретены слишком поздно, когда уже приходилось выстраивать их в команду по ходу официальных матчей, хотя это надо делать во время пресезонки. Максименко выглядит неплохим нападающим, но еще не притерся к команде. Урош Стоянович, который самый дорогостоящий футболист нашей лиги, вообще не вышел на поле. Видимо, физически не готов даже для замен. А Павел Могилевец, ожидаемо, ушел в лазарет. Также очень слабо себя показали в этом Евросезоне Александр Мелехов и Евгений Цымбалют, которые были так хороши в прошлом сезоне. По сути, команду тащили на Рей Григориан и Арасу сбились, которому почему-то давали очень мало времени, хотя по ответному матчу со Зрински было очевидно, что он готов минимум на целый тайм. Тем не менее, у Рарту играет привлекательный атакующий футбол. И я надеюсь, что, несмотря на весь гнев болельщиков, Дмитрий Кунько не уволит, а дадут шанс исправить свои ошибки. Тяжелее всех пришлось Арарату Армении. Будем честны, в лице греческого Ариса наш клуб получил самого тяжелого соперника среди наших команд. Поэтому после домашней ничьи со счетом 1-1 коллектив Вартана Миносяна в гостях много и долго защищался. Но что самое приятное, не забывая о контратаках. Если бы чуть-чуть побольше везения, Арарат бы даже победил в этом матче. Конечно, греки атаковали чаще и были ближе к голову. К нашему сожалению, одна из их многочисленных атак закончилась голом Фабиано на 80-й минуте. Арарат Армения выложилась на максимум в этих двух матчах. Будем честны, победить они могли только при сопутствующем везении. Но не повезло. Никаких претензий к команде Миносяна. Хочется видеть эту команду еще более сильной и подготовленной в будущем. Ну и напоследок обсудим матч Алашкерта. Я уже говорил в предыдущих выпусках, что коллектив Ваге Георкиана показывает очень симпатичный и современный футбол. Несмотря на статус аутсайдера, Алашкерцы очень уверенно смотрелись в гостях и выглядели в первом тайме на порядок лучше Дебритсена. Уже на 18-й минуте подача с углового закончилась голом Виталия Устинова. И не сказать, что это было случайным голом. Алашкер действительно достойно атаковал. На 68-й минуте вышедший на замену нападающий Леван Куталя вывел на ударную позицию Мимитто Биаи. Квинеец увеличил преимущество нашей команды до двух мячей. К сожалению, в нужный момент свою команду спас опытнейший Балаш Джуджак, за плечами которого больше 100 матчей за сборную Венгрии. На последних минутах матча очень глупый фол в середине поля прямо перед рефери совершил Куталя, за что был немедленно удален. В дополнительное время Алашкер, находясь в меньшинстве, ожидаемо много защищался и сумел дотянуть матч до пенальти. К сожалению, три из четырех попыток футболисты Алашкерта не реализовали, в то время как в Венгрии реализовали все свои попытки. Многие наши болельщики в комментариях призывают футболистов армянских клубов наконец научиться бить пенальти. Утверждая, что это не элемент везения, а вопрос мастерства. И что нужно тренировать пенальти как можно чаще, чтобы не попадать в такие ситуации, как у Рарту и Алашкерта. Но скажите мне, разве футболисты Арарата Армении, которые по пенальти победили Игнатьеву, более мастеровитые, чем у Алашкерта или у Рарту? Или может французы, уступившие на последнем чемпионате мира аргентинцам по пенальти, тоже не имеют должного мастерства? А если Лионель Месси, который забил в том самом финале, возьмет и не забьет в следующем матче, значит он в одночасье потерял свое мастерство? Как мне кажется, пенальти это именно что лотерея, где победить может любая из команд. И хейтить за это наши клубы как минимум некорректно. Делая промежуточные выводы, конечно мы надеялись на выход хотя бы двух команд в следующий этап, так как в победе Пюника мало кто сомневался после их гостевой победы в Швеции. Но если говорить об общей картине, лично я вижу прогресс клубного футбола в Армении. Наши клубы больше не мучаются на поле, выходят и играют в поставленный футбол с ясными целями и оптимистичными перспективами. Предстоит еще много работать, чтобы получить качественный футбол, причем это касается не только клубов, но и спортивных СМИ и болельщиков. Да, я считаю, что активность и культура боления в Армении тоже довольно невысокого уровня. Но положительная тенденция есть, и я верю в лучшее настоящее и будущее нашего футбола. Пишите в комментариях свое мнение о том, чего не хватает нашему футболу и чем тот же Пьюник отличается от всех остальных наших клубов. До новых встреч, друзья!